приветствуем всех на канале красная нива сегодня речь пойдет о папоротниках опять ну вот надо сказать что есть папоротники мною чрезвычайно любимые а есть папоротники которым я ну понятно отношусь неплохо как к любым растениям ну в общем ничего хорошего о них сказать не могу по одной простой причине я люблю те растения которые можно быстро и хорошо поделить вот у нас есть папоротники например корневищный понятно совершенно режем корневища даже можно без листьев без вай голые нарубили положили там в мост короче на размножали все из каждого кусочка корневища растет новое растение вот папоротника которым пойдет речь сегодня таким образом размножить нельзя речь идет аптерисе ну волой ты сказал да что какие-то вопросы по поводу задавали но может просто рассказать аптерисов понятно что я уже бесчисленное количество раз про него рассказывала ну давайте можно сказать так закрепим материал вот еще хочу вообще хочется как-то что-то рассказывать с какими-то интересными веселыми может быть историями но я не знаю но не так монотонно полив подкормка там не знаю что ну чтобы развеселить наших зрителей хочу рассказать вот опять смотрю допустим в интернете новости ну новости о каких-то там может быть не знаю интересных событиях мире хотя ничего такого хорошего ждать не приходится но все таки с надеждой тут же мне вылезает три растения которых нельзя держать в доме валют какие растения нельзя держать доме как ты полагаешь естественно лидирует монстера да многострадальная монстера ну значит смотрю список этих растений не успела а интернет же да сейчас а интернет же он такой не успеешь посмотреть что-то на эту же тему тебе выдает три других растения которых нельзя держать в доме в общем так значит монстера лидер нельзя держать в доме выпивает энергию энергию там еще что-то делает с ней преобразует как-то плюс понятно нельзя хое нельзя категорически хлорофитум нельзя а в каких-то можно значит что там еще было а замиокулькас ведь какое подлое растение это же вовсе не денежное дерево которое вам сейчас будет сопутствовать не знаю экономическая финансовая удача значит а он накапливает эту энергию потом к в нужный час ее каким-то образом использовать против вас вот просто хочется спросить автора вот этого интересно а у этого есть автор или нет как ты думаешь или это как-то интернет сам откуда-то что-то берет до вот вот хотелось бы автора автора найти и выяснить как он определил это как он эту энергию вычислил что да он ее вот вот просто загадка какая-то ну в общем исходя из этих списков мне пришло три варианта растений которые нельзя держать в дом в доме они пролепить никак нельзя держать доме просто вообще папоротник нельзя держать в доме тупо папоротник нельзя это я почему я и вспомнила потому что мы сейчас говорим о папоротнике так вот если вы все-таки считаете что папоротник держать можно вот для этих людей я и рассказываю значит птерис самый обычный самый распространенный который у нас есть но вот это даже не он я бы сказала это тоже какая-то какой-то вид его вообще птерис кретика это критский птерис соответственно и все его производные ну например вот такие какие-то крестатные формы или вот такие какие-то варигатные формы это все как бы производные одного и того же вида но вот здесь у нас несколько других видов вот это я не помню как называется надо посмотреть он к нам приходил тоже из голландии правда растет не очень хорошо но тем не менее в грунте хорошо растет а вот а ты не знаешь вот это вид какой птериса он же приколор ну в общем вот такой триколор а вот этот здесь даже написано что-то да что у нас здесь написано страмины птерис страмины не знаю что это такое тоже но вот так вот так он выглядит вот и надо сказать что вот здесь то вот это как раз он корневищный но чем вот этот папоротник мне не нравится тем что у него достаточно редкие вая бывают вот нету такой вот я люблю когда пышный из горшка все вылезает здесь все-таки они такие это самое но тем не менее его можно порезать вот я тут вижу корневище можно его разделить на части и поделить вот этот же птерис поделить практически невозможно он растет как древовидные папоротники из одной точки вот и соответственно делить его нет невозможно но но для теплицы у него есть хорошее качество он очень хорошо сеется и у нас несколько экземпляров мы намеренно посадили в грунт а какие-то сами выросли вот как адиантум он сеется везде где только может он сеется в горшках как сорняк особенно в орхидеи вот и мы оттуда его естественно набираем и сажаем уже по горшкам и тогда вот получается такой экземпляр который уже может поступить даже и в продажу вот поэтому а вот это кстати птерис варигатный он очень интересный вот на таком начальном этапе у него широкие листья а дальше такие становятся вот такие совершенно узкие мы потом с тобой подойдем и покажем его в грунте ну что о нем рассказать в комнате в комнатных условиях прекрасно себя ведет единственное что нельзя собственно с ним делать это пересушивать но это свойственно вообще наверно всем папоротникам адиантум в том числе и птерисом тоже вот я горшок например подняла ну да он тяжелый но может быть уже и надо его полить вот это вообще легковатый поэтому горшки можно давать побольше именно с целью чтобы пореже поливать если вдруг вы не дай бог его пересушили соответственно ломает ваи все это съеживается и соответственно уже вся надземная часть на смарку но можете не особо не волноваться срезаете все и если там хорошая корневая система то дальше при хорошем поливе будет нормально совершенно отрастать и будет в общем то снова вернется к своему прежнему виду ну не ах как быстро но тем не менее вот ну вот понятно что свет особенно варьегатным формам вот этот полив кормежку естественно как любой папоротник любит это все что касается его ухода за ним значит если у вас есть какие-то другие растения то в этих других растениях один ваш папоротник обязательно каким-то образом насеется вы даже не заметите каким потому что мы никогда не смотрим если у него спароносы нет будут и соответственно насеется вот если кому-то это интересно то вот вот таким свойством прекрасным он обладает ну собственно вот все что можно о нем рассказать а видов вообще папоротника этого очень много у этого рода много видов но далеко вот я говорю из-за каких-то особенностей далеко не все они существуют в культуре потому что если допустим там нефролепис эксцельза у него миллион сортов и он весь в культуре он очень хорошо как бы все они выглядят и растут то вот вот птерис ну какие-то хорошо какие-то не очень поэтому давай волос с тобой сейчас пройдем вот там где он нас сидит в грунте покажем да где они большие как они выглядят и соответственно еще и покажем где-нибудь и сеянцы наверняка там же их и полно пошли ну вот этот птерис вот такой большой в горшке ведь в большом горшке вот он какой большой вымахал но вечно у него какие-то есть вот такие листья понятно что это старые они выглядят не очень хорошо вот из-за этого я собственно говоря эти растения не люблю а листьев не так много и выглядит он реденько вот а вот хочу показать пример блехнума я все время говорю блехнум не дай бог пересушить вот посмотрите вот его периодически засушивает вот давно сломанные ваи а вот свежий вот я подняла горшок он ничего не весит видите все ваи сломаны вот чтобы вы понимали что происходит с растениями по тем или иным обстоятельствам да да вот как выглядят птерисы которые сидят в грунте вот видите вот посмотрите я показывала молодое растение у которого такие широкие ваи может быть это стерильные его ваи а вот это уже спороносный но вот здесь уже они вот такие узкие вот они вот они листья вот где они пошире вот а вот это уже соответственно у взрослого папорника в основном они вот такие ваи так что вот так выглядит например вот такие в грунте моментально начинает нарастать и моментально начинает сеяться вот здесь у нас просто вот давай вот этот покажем вот он на более ранней стадии то есть здесь еще много широких листьев я так полагаю что вот это стерильные ваи а это фертильные вот просто здесь недавно все пересаживали перекапывали и нету сеянцев ну сейчас мы где-нибудь найдем где у нас есть сеянцы а вот 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 сеянцы значит вот если например не пролепис вот у нас растет и он начинает давать детей вот я говорю это свеженно посаженные как бы ну все здесь пропололи и свежие посадили заново вот то вот он торчит уже до топтерис он не дает никаких боковых побегов а он сеется вот сеянцы вот они ну и говорю в орхидных горшках и всегда полно мы просто стараемся их пропалывать потому что они что делают они кору разрушают но питаясь органикой разрушает кору вот еще сеянцы смотрите вон они видишь по вот да вот так это обычный выглядит он нефролепис это понятно усы а это все сеянцы причем мы не видим никогда конечно заростков они такие мелкие зелененькие вообще выглядят как я не знаю проросший любой сорняк а вот когда уже они в спарафит начинает расти тогда вот это вот так и выглядит так что вот ну в общем тем кто заинтересовался этим папоротником естественно вот смотрите простой в уходе и соответственно в размножении тоже можно сказать простой вот таким способом так что если у кого-то еще какие-то вопросы появится вы задавайте а соответственно вроде бы я на все ответила и в общем если кто-то захочет пожалуйста папоротники эти всегда есть продажи у нас и везде и в общем то можно и заняться и даже целую коллекцию собрать так что успехов вам в этом деле вот и всего вам наилучшего